Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 С тех пор как мы начали открывать эти магазины, горожане увидели, что быть крестьянином это значит стать богатым. Что у горожан появилась возможность продавать продукты, которые не будут производить хозяйство. То есть сейчас получается, горожанин еще не создал свое натуральное хозяйство, а уже гарантированно получил сбыт на все свои продукты. Это главное для чего открываются эти магазины. И именно для этого создано Российское крестьянское собрание, для того чтобы помогать крестьянам и возрастать крестьянство. Я вам скажу, что у вас еще есть возможность поблагодарить предводителя Российского крестьянского собрания за то, что он препятствует поднятию очень высоких розничных цен. За что лично я ратую. Потому что у нас прекрасно продаются товары по тем ценам, которые есть. И мы можем их поднимать. Но их не дает поднимать Сергий. Он говорит, что нужно дорого закупать у крестьян и как можно дешевле продавать горожанам. Чтобы был очень небольшой зазор. И поэтому он нас сдерживает в поднятии цены. И он по сути лоббирует ваши интересы. И благодаря ему он не дает развернуться нашей жадности, которую еще с начала 90-х годов мы не можем себе исперенить. Поэтому это ваш лоббист, Российское крестьянское собрание. И эту тему сейчас продумываю. Ваш земляк, Валерий Амаров, который наш партнер и который открывает все эти наши совместные магазины, с которым мы вместе действуем в этом направлении. И вам с ним в основном здесь и общаться. Здравствуйте, дорогие товары. Здравствуйте. Здравствуйте. Я отец четырех детей. Скоро он в Китай. Китай? Тренируйте командный голос. Громче говорите. Предволение ли не было слышно? Герман говорит так, что слышно все, а в паспорте нет. Отец четырех детей. Вот. Задумался об этом очень давно, но не было альтернативы. Заходя в магазин, нагружая тележки, как говорится, парашей, я выбирал, будут у меня дети аллергия болеть, не будут дети болеть. И задумался, и благодаря Герману Львовичу, и благодаря Сергию, и благодаря движению Российско-Крестьянскому собранию, мы собрались и все-таки надумали, нашли средства, и нашли время, и отложили все, и начали открывать один, два, три, четыре, пять. Сегодня 25 магазинов. В конце года будет 15 магазинов. В несколько года. Что вам сказать? Прошу, как бы, заходить, пробовать, покупать и кормить своих детей, свои семьи настоящими, повторюсь, настоящими продуктами. А не теми продуктами, которые производятся агрохолдингами и продаются во всех магазинах нашей страны, нашей земли. Альтернативы нет. Сейчас у вас есть альтернативы. Вы знаете, что есть магазины, и вы уже сами перед собой со своей совестью выбираете. Либо вы будете покупать, как говорили, марашу, либо вы будете брать настоящий продукт. Все. Спасибо большое, что вы сюда пришли. Очень рады. А настоящий продукт или не настоящий? И этим у нас занимается комитет продовольственной безопасности при российском крестьянском собрании. И они проверяют продукты не через шарлатана в лабораториях, которые дают справки в зависимости от того, кто им платит. Они проверяют продукты следственно-оперативными методами. В комитете продовольственной безопасности, которым возглавляет мой сын Арсений Старший, работают бывшие опера, которые сейчас стали крестьянами. И они проверяют продукт не столько продуктом, сколько через хозяина, через опросы, допросы, свидетельские показания, выяснение ингредиентов. Какая логистическая цепочка там, допустим, рыбы, которая идет с Охотского моря до этого прилавка, сколько она раз размораживалась или замораживалась и так далее. Они общаются с местными властями по поводу того или иного хозяйства, с его покупателями, с его поставщиками, с его работниками, проводят визуальное обследование территории хозяйства. И учитывая, что у них есть уже крестьянский взгляд, у них есть крестьянский опыт, от них невозможно скрыть, где-то уши вылезут обязательно, где-то мешок от химических удобрений валяется, где-то баночка с химическими моющими средствами, где-то припрятан аппарат для доения коров, а значит молоко с кровью. И так далее. И скрыть на хозяйстве ничего невозможно при этом подходит. И они получают заявки от различных хозяйств, кто хочет продавать задорого в наших магазинах, крестьяне. И тогда они к ним приезжают по их воле, их уже допрашивают, допрашивают и так далее. И они ездят по всей стране. И сейчас они начали объезд в хозяйств Санкт-Петербургского региона, северо-запада. Вот сегодня они выезжают под Великий Новгород. И там будут осматривать хозяйство, которое на острове, там дикое хозяйство, там по поводу рыбы и так далее. То есть они уже приступили к тому, чтобы не издалека возить, как сейчас мы возим продукты из Московской области, с Вятки, с других регионов. Но уже, чтобы северо-запад проверенные хозяйства поставляли натуральные продукты питания, они будут дешевле. Потому что не будет дорогой логистики и дальних маршрутов. Вот этим называется Комитет продовольственной безопасности. И здесь, если кого-то интересует, каким образом пройти проверку на хозяйство или какие-то вопросы. Здесь есть мой сын Арсений, он возглавляет КПБ и находится здесь вот среди вас. Он не выступает, знаете как, руководители КГБ никогда не выступали перед публикой. И так и руководители КПБ тоже не очень публичные люди. Ну а если у кого есть вопросы, он булуарно все ответит и наладит взаимодействие. И еще пару слов хочет добавить, сказать предводитель российского крестьянского собрания Сергий. Во-первых, я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы пришли и поддерживаете в целом нашу деятельность. Но главное, кого я хочу поблагодарить, это тех людей, кто пришел, услышал и начал делать. Вот, к примеру, Валерий познакомился с нами, услышал про это и сразу начал действовать. И так же крестьяне, люди, которые услышали, пришли на какое-то мероприятие, послушали и поехали выезжать из города, создавать свои хозяйства. Я хочу поблагодарить именно этих людей со всего российского собрания. И хочу, чтобы таких людей было больше. Еще я хочу сказать пару слов о предстоящем очень большом и очень значимом мероприятии, которое пройдет 20 мая в Слободе Германа Стерлига, это Московская область. 20 мая пройдет третья крестьянская выставка ярмарка натуральных продуктов и переносек. Это мероприятие, где у нас едут все натуральные производители, всех натуральных продуктов. Там будет представлено 100 крестьянских хозяйств. Именно эти крестьянские хозяйства поставляют и будут поставлять натуральные продукты в эту сеть магазинов именно для вас, для того, чтобы вы ели натуральные продукты, кормили ими своих детей, своих близких. И я вас всех приглашаю на это мероприятие. Приезжайте всех на 20 мая и приглашайте своих друзей и знакомых. Это будет по-настоящему, наверное, самое важное мероприятие за этот год. И как оно состоится, это все зависит от вас. Чем больше вас придет это мероприятие, тем больше про это мероприятие узнают людей, и тем быстрее мы населим в мегаполисе, тем больше продуктов будут в этих магазинах, и тем здоровее будут ваши дети. Спасибо. И смотрите, вот 20 мая, вот эта вот выставка-ярмарь, там что получается? Получается, что мы для крестьян всех предоставляем бесплатно места, благотворительно предоставляем места, и поэтому крестьяне все продают очень дешево. Позвони вам. И вы сможете напрямую с крестьянами покупать у них продукты натуральные, очень дешево, и договариваться сразу о взаимодействии надолго, чтобы не покупать дорого в магазинах. Потому что магазин это объективно дорого. Вот. И сейчас вот к нам здесь уже пришел бдительный товарищ капитан из полиции и требует, чтобы мы прекратили это публичное мероприятие. Мы законопослушные граждане, и поэтому мы сейчас уже прекратим выступление на эти темы. Но последнее, что я вам хочу сказать, это то, что я вам сейчас еще раздам раскраски детские, исторические раскраски, а тем, кто желает получить в Салтире царя Давида 15 века фоксимильные издания, которые изданы благодаря Николаю Петровичу Токареву и бесплатно раздаются по этому, но это только тем, кто с бородой. Бритам извиняйте не подходить, чтобы не переводить добро. А женщинам можно, соответственно, и не бородатым, если они умеют читать по древней славянски. И вы, наверное, уже все знаете нашу позицию про то, что я вам просто тезисно скажу, чтобы не нервировать власти, что для того, чтобы нам всем выжить, чтобы сохранилась пресная вода, чтобы не пересыхали колодцы во всем мире, чтобы не иссякали реки и озера, нам надо всем ратовать перед людьми и молиться Богу, чтобы вырубили электричество на всей планете. И это будет решение всех наших проблем кардинально. Сейчас мы разгружаем продукты. Как только стемнеет, наступает суббота. А в субботу, воскресенье по канонам православной церкви в Великий пост всегда разрешено вино и рыба, ссылаюсь на устьюрскую кормчую. И как только сядет солнце, мы начинаем вас угощать вином и хлебом, а также другими вкусностями. Поэтому не расходитесь, кушайте, общайтесь, знакомьтесь друг с другом. Потому что знакомство с людьми, это каждый раз как будто открывается целая вселенная. Новые возможности, новые комбинаторики. А здесь собрались люди, которые близки по духу, иначе бы здесь не собрались. По всяким целям, идеям и так далее. Да видно по лицам, что здесь собрались лучшие люди страны. И поэтому общайтесь с драгоценными, и радуйтесь жизнью, и кушайте всякие вкусности. По нормативам всем, которые разработали Академию наук. А мы еще можем жить, воспитывать детей, есть натуральную пищу. Да мы должны вообще радоваться, что мы живем пока в тех условиях, которые дают нам свободу. И чем быстрее, чем быстрее наши власти получат еще большую независимость от мирового правительства, тем легче нам всем будет жить. И это время, я надеюсь, наступает. Потому что в октябре истекает время концессии Ротшильдов, то есть передачи на 100 лет власти в России. И, возможно, уберут Ленина, уберут звезды, если одержат победу национальные силы. И поэтому нам надо сейчас реально поддерживать Путина, нравится он или не нравится. Сейчас он на этом фронте. Ни вы, ни я, ни дядя Вася. Сейчас это его тема. Так сложилось, что это он там сейчас. Каким бы он ни был, что бы он там ни наворотил. Сейчас это его тема, и мы с ним плывем в одной лодке. Герман Ильич, как вы относитесь к Фингу Навального, Медведева? Ну и так же, соответственно... Я вам скажу, как я отношусь к Медведеву. Я надеюсь на то, что наше правительство будет отправлено в отставку. И Путин назначит другого премьер-министра, будет подана кандидатура министра в Государственную Думу. У нас изменится состав правительства. И это будет очень хорошо. И это будет хорошо и для Кремля, и для народа. И это как раз, я считаю, что проявление поддержки Путину, правильное отношение к воровству многих министров в нашем правительстве. Но вы считаете Путин реально патриот, националист или нет? Путин, лидер нашей страны, это безусловно. Путин попал на то время, когда заканчивается концессия Ротшильдов. Это очень важно. Меняются престолы, рушатся власти. И все будет меняться осенью. И сейчас все, что происходит в мире, это посвящено этому. И в этом с нашей страны участвует Путин. Он как, знаете, он как футбольная команда, которая играет за нашу страну. И там, как в любой футбольной команде, разные люди. Но это его команда. И ему виднее, кого целесообразно сейчас убирать, а кого лучше пока оставить. Мы не можем судить об этом. У нас мало информации объективно. А у него она есть. И поэтому нам лучше не мешать человеку работать. Нам надо помогать, наоборот. И даже настраивать его в ту сторону, которая нам выгодна. И поэтому мы говорим о том, что мы говорим. Мы говорим, растеряйте мегаполисы. Помните, Владимир Владимирович, говорим мы ему, что если вас будут свергать, как Каддафи, у вас есть запасной вариант. Последний момент. Вырубайте электричество на всей планете. И все. И все. Нету больше никакой мировой власти. Есть только национальные правительства. И вот чем больше мы будем доносить эти простые идеи, тем легче будет нашему руководителю. Потому что он же, как и любой руководитель, он живет, у него советники. Есть советники, которые получают зарплату. Есть общество, которое подталкивает снизу. Есть люди, которые высказывают разные вредные или полезные идеи. И это анализируется, и все это работает. Ни одно слово не пропускает, не улетает в пустую. Понимаете? Поэтому здесь нет такого, вот вы за Путина или против. Я в данной ситуации за Путина. Мне многое в нем не нравится. Я во многом его критикую. Причем я никогда не скрываю своего отношения к тем или иным вопросам. Но я его поддерживаю сейчас, потому что мы с ним союзники. У нас с вами вместе с ним общие враги. Понимаете? Вот так сложилось. И поэтому мы сейчас по одну сторону баррикад. Может быть, мы будем там... Он же одной верой, я другой. Я христианин православный. Смотрите на меня. А он бритый. То есть у нас вера разная. То есть я не мотивирован вообще просто так вообще. Но он нужен и полезен сейчас нам, христианам. Потому что он дает нам волю воспитывать наших детей так, как мы считаем нужным. Нам можно не отдавать их в школы, не делать им прививки, не там ограждать их от всякой мерзости типа медицины современной и так далее. И нас никто не берет и голову нам не отворачивает. Когда правитель не гнал христиан, христианы всегда молились за об этом правительстве. А Путин совершенно лояльно относится к христианам. Это все уже хорошо. И мы должны быть бешеной собакой, чтобы кидаться на Путина, если он на нас не кидается. Вот. Но если власть, допустим, бы отнимала у нас детей, заставляла бы нас отрекаться от Христа, там давать какие-то сатанинские присяги, щипировать нам лоб и руки, тогда, конечно, мы будем против власти. Потому что нам дороже Христос, наш Отец Небесный, чем любая власть. Но сейчас мы в одну сторону баррикад с Владимиром Владимировичем. Дима, а вопрос на кто? Международный Олимпийский комитет в нашей стране не может быть в Луане? Конечно. Вообще, Международный Олимпийский комитет – это часть мирового правительства. Наша страна сейчас является очень зависимой от мирового правительства, потому что у нас действует доллар США как основная валюта. Именно в соответствии с тем количеством долларов, которые мы получаем, мы по-прежнему имеем право печатать только то количество рублей. И поэтому мы, конечно, под властью мирового правительства. После Олимпиады представители МОКа приезжали, и Путину дали зеленый свет, говорят, что все нормально будет. После этого появился герб другой на наших друзьях, имперский. После этого пошло все в другую сторону, Сурков пошел в сторону. Я не могу в деталях сказать, как все происходило там с Олимпийским комитетом, я просто не в теме. Я ничего не могу прокомментировать. Герман, а про Трампа можно спросить? Слушайте, вы выпьем, поэтому вам лучше сейчас помолчать. А почему не я? Это правильно. Хорошо, давайте. А по поводу Трампа? Он по Сирии ударил. То, что сегодня сделал Трамп, я вам не комментирую, буквально скажу, это хорошо. Не надо ругаться на Трампа. Все правильно. Жертв очень мало, результат очень большой. Все в порядке. Трамп традиционный мужчина. Трамп не пидорас. В наше время этого достаточно, чтобы его поддерживать как президента США. Он свидетельствует о том, что меняются элиты с извращенцев на нормальным. И для нас, какие бы отношения ни были там политические и так далее, для всех нормальных мужчин мира это великое благо. Это вообще такой сюрприз, что пришел нормальный мужик власти, что мы должны до сих пор этому радоваться. А бомбит он там Сирию, не бомбит, да ему виднее, бомбить его или нет. Ну мы что там, экспертизу будем проводить? Как ему там правильно делать? Ну мы, получается, зря освобождали, он взял... Ой, я вас умоляю, прекращайте. Да, прекращайте. Слушайте, про магазин специально ли вы его открыли рядом со Смольным, и ожидаете ли вы, что он приступил в Смольном? Конечно. Мы специально открыли магазин рядом со Смольным, потому что задача граждан Российской Федерации всячески со своей стороны подкармливать натуральными продуктами власти Российской Федерации. Чем больше натуральных продуктов поедают власти, тем лучше у них работает организм, тем лучше у них работает мозг, тем лучше у них настроение, потому что химические продукты разрушают организм человека, а мозг – это часть организма, и поэтому многие из наших руководителей тупеют, потому что жрут всякую барашку, а нам надо их кормить настоящие вещи. От закладания на собрании зависит значительно меньше, чем от Смольного, и поэтому прежде всего в этом смысле мы ориентируемся на исполнительную власть. Хотя мы готовы кормить и самых... Ну, кстати говоря, что касается властей, то у нас даже скидочная карта предусматривает, что полиции и бандитам скидка 5%, а в Федеральной службе охраны, ФСБ, СВР, ГРУ скидка 10%, а многодетным семьям скидка 15%. И это не случайные никакие-то шутки, когда мы ставим в один ряд противоположные стороны баррикад, допустим, полицию и бандитов, потому что мы все в смысле пищи, в смысле экологии, и в смысле воды, и в смысле того, что нас травят как крыс, плывем в одной лодке. И здесь мы все одинаковые, что Путина кормят параша и травят его как крысу. Управление делами, кстати говоря, по крайней мере, до недавнего времени травило, когда кожан был. Там тоже доильным аппаратом доили ему коров, и вместе с кровью давали молоко. Это очень опасно для здоровья. Я уж не говорю о том, что это и доложертины. То есть они в той же опасности, что последний люмпен пролетариат. Притом, что у них очень большие возможности, но они им практически не пользуются. То есть они по большому счету, по-честному себя ведут по отношению ко всем обездольным жителям нашей страны, которых травят ученые. Их ученые травят точно так же. И поэтому полиция и бандиты у нас в одном ряду. Потому что и тех, и других травят. Чага — это лечебный гриб. Березовый. И вот на ней делается настойка. Это как коньяк. По-западу. Нет, это не отвечает. А, я сейчас не отвечаю. Березовый. Сейчас. М principio время. Играет музыка Играет музыка